Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание, и с церкви Волна мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. Дорогие, я буду проповедовать на основании отрывка, который не могу забыть. Я имею в виду историю о блудном сыне. Я надеюсь, вы читали историю о нем. Историю о непослушном сыне, который ушел из дома, но потом он вернулся. И я размышляла об отце блудного сына. Это потрясающее повествование. 15 глава Евангелия от Луки, 24 стих. Рассказывает Иисус. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно и безрассудно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля пасти свиней. Никто не хочет, чтобы это случилось с его ребенком. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И что же произошло потом? Придя в себя, он сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом и не нуждаются ни в чем, а я умираю от голода и пасу этих свиней. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда сын транжира был еще далеко, увидел его отец, идущего в нищенской одежде, и сжалился он над своим сыном, и побежав, пал ему на шею, обнимал его и целовал его снова и снова. И он сказал, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец перебил его и сказал своим рабам, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться. Ибо этот возлюбленный мой сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали праздновать, и начали веселиться и радоваться. Итак, Иисус учил, рассказывая притчу. А притча — это не всегда быль, но в этом случае мы имеем дело с реальным событием. Иисус рассказал историю, чтобы люди поняли, что этот сын осмелился сказать родителю, «Отдай нас бедство, я ухожу». Бог учил притчами, чтобы люди поняли истину. Здесь Он рассказывает историю, не поддающуюся объяснению. Божье Слово чудесно, потому что оно практично. Первый пункт о семейной жизни звучит так. Вам придется испытать боль. Нам придется испытать боль. Я хочу поделиться с вами тем, что когда я впервые взяла своих детей на руки, я испытала настоящую эйфорию. Как будто ангелы запели вокруг. Ко мне спустился совершенный ребенок. Проходит два года, и ты узнаешь, что твой ребенок несовершенен. Что случилось? Мне пришлось наказывать их. Как ты мог это сделать? Что происходит? Что же произошло в притча о сыне? Он сказал отцу, «Папа, я хочу, чтобы ты умер». Наследник получает наследство после смерти родителей, а этот требует наследства у отца. То есть он сказал отцу, «Я хочу, чтобы ты умер». И вообще я ухожу. Дорогие, это страшное оскорбление. Еврейский мужчина вырастил сына в еврейской культуре, и его сын знал, что такое хорошо и что такое плохо. Подобное происходит и в церкви. Мы, как родители, прилагаем все усилия, чтобы воспитать своего отпрыска достойным образом, а он разбивает наше сердце своим ужасным решением. Кого мы виним в этом? Мы виним Бога, церковь или кого-то другого, но я верю, что на примере этого отца Иисус хочет нас научить, что родительство – это серьезное дело. Хотите узнать, что мне понравилось в этом отце? Во-первых, он не отрекся от сына. Его сын не оправдал его ожидания и похоронил его мечту. Сын поступил с точностью наоборот. Это ужас. Но отец не отрекся от сына. Вы представляете себе, как ему было стыдно, потому что в его деревне каждый знал, какой позорный поступок совершил его сынок. Каждый день отца был наполнен стыдом и болью. Друг, я не знаю, через что ты проходишь. Может быть, у тебя райские отношения в семье, все просто отлично, все как в сказке. Может быть, ты проходишь трудные бремена, твой близкий умер. Из одного двора доносятся звуки праздника, а из другого твой плач об усопшем. Твое сердце разбито. Возможно, вам поставили страшный диагноз, и это выбило почву из-под ваших ног. Может быть, ваш ребенок живет так, как жил блудный сын. Возможно, вы думали, что у вас идеальная семья, но вы осознали, что это не так. Или, возможно, вы выросли в христианской семье, но ваши родители развелись, и это потрясло основания вашей жизни. Дорогой друг, не сдавайся. Не опускай руки. Ни в коем случае. Оставайся там, куда Бог поместил тебя. Оставайся там. Отец блудного сына поступил именно так. Он не сдался. На его месте я убежала бы куда-нибудь и жаловалась. О, я не могу справиться с бедой. Я просто не могу. Я не могу. Евреи ценили сыновей особенным образом. А этот сын повернулся спиной к отцу. А еще мне понравилось, как отец не скрывал того, что произошло. Он не скрывал того, что случилось. Знаете, в жизни церкви мы склонны рассказывать истории о вере, и я понимаю это. Но трагические моменты есть и в истории веры. Эти моменты – часть этой истории. Что делает путешествие веры удивительным? Иисус не призвал нас жить совершенной жизнью, но Он призвал нас прожить жизнь, наполненную силой Святого Духа. Без Духа Святого мы не можем жить, и мы нуждаемся в Нем каждый день. Картина нашей жизни выглядит идеальной не всегда, ведь все мы сталкиваемся с трудностями и препятствиями. Останьтесь самим собой, ведь это самое лучшее, что вы можете сделать. Знаете, через что наша семья проходит? Если помолитесь о нас, то мы будем признательны вам за это. Не нужно рассказывать об этом каждому встречному, но я просто прошу подвязаться в молитве вместе с нами. Церковь, пожалуйста, молись вместе со мной, потому что... потому что мы плывем в одной лодке. Господь поместил нас в семью, которая дома, и в церковную семью. Наверное, отец блудного сына задавал вопрос, почему дети соседей путевые, а мой сын вытворил такое. При этом он остался честным человеком. Знаете, недавно я разговаривала по телефону с близкой подругой, у которой муж и двое детей. и один из ее сыновей перестал жить с женой. Это стало сильным ударом для подруги и ее мужа. Они служат пасторами. Сын стал жить отдельно от жены, и в результате этого он принимает неправильные решения. Они воспитали его правильно и заложили прочный фундамент. Его мама жалуется мне по телефону, и мое сердце разрывается от боли за нее, ведь ее ребенок принял решение, и ей стало от этого плохо. В конце разговора она сказала, его решение восстало против всего, во что мы верим. Я ответила ей, да, я понимаю тебя, и я внимательно слушаю тебя. Правда в том, что Христос является смыслом нашей жизни и ее главной ценностью. Иисус, я живу ради тебя, и я за тебя. Ты пришел к тупику жизни, и все валится из рук, и ты не понимаешь, что делать. Отец, мне не нравится это, но я не хочу носить маску вины и позора, я честный человек. Эти слова произнес отец блудного сына, который своим поступком противостал всем ценностям отца. Отец не сдался, он остался честным и стоял за истину. Он бизнесмен и трудяга, его сердце кровоточит каждый день, и его сердце в печи страданий, в которой огонь не уменьшается никогда. Помните рассказ о нашем маленьком внуке? Помните, я рассказывала эту историю? Возможно, вам не хватает постоянства. Ходите в церковь каждую неделю, зачем вам это нужно? Затем, что мы и есть церковь, мы часть тела Христа. Мы не выживем в одиночку, потому что Бог поместил нас сюда. Именно поэтому Господь поместил нас сюда. Наш трехлетний внук Аллан понял, что Бог сильнее бури и что Он являет радугу после дождя. Друзья, познайте, что основание, заложенное Богом в их жизни, поможет им вернуться к вере. Я пыталась вернуть их, но дети противились. Во-вторых, наличие границ это признак благополучной семьи. Наличие границ это признак благополучной семьи. Смотрите, отец не побежал за сыном, умоляя вернуться. Он сказал, ты сделал свой выбор. Я не согласен с тобой и мне не нравится твое решение. Наверное, его подмывало сказать, как ты посмел это сделать. Ты разбил мое сердце. Но он понимал, что он родитель и что он сыграет эту роль достойно. Я отец, и я останусь отцом. Если ты хочешь, уходить, уходи, чтобы жить распутно, но, пожалуйста, я твой папа, и я им останусь. Дорогие родители, дедушки и бабушки, нам нужно осознать, кем мы являемся и как нам нужно жить. Отец не контролировал сына, но позволил ему уйти. Он пришел к этому решению не за один день. Что самое тяжелое в воспитании детей? Хотите ли вы спасти их? О! Однажды я помогала делать проект моему второкласснику, и я закончила поделку в полночь. Что мой сын сделал сам? Ничего. Родители, а вы делали проекты своим детям? Я помню то, в чем мне признаться тяжело, но мы делали это, потому что привязаны к детям. Однажды моя дочка вернулась из колледжа и пожаловалась на профессора. Я стала грозной и сказала, сейчас я позвоню ему. Как это глупо. Как же это глупо. К счастью, мысль посетила меня. Не торопись. Но порой мы не видим границ, и родители вмешиваются в те ситуации, когда нам не нужно вторгаться. И когда такое происходит, я срываюсь как с цепи. У кого-то из вас дети еще ходят в школу, и между родителем и учителем бывают разные моменты, поэтому, пожалуйста, не отправляйте учителю сообщение с резкой критикой. А что делать, когда что-то идет не так? Нужно вежливо поговорить. Мы живем в обществе, где пускают смертоносные стрелы. Но так как мы не добьемся нужного результата никогда, действуя так, жизнь трудна. У меня на руках были внуки, и я сказала Стиву, они будут жить в этом ужасном мире. И он ответил, послушай, Бог посылает нужных людей в нужное время. Наши младенчики были беззащитными, но Бог созидает их, чтобы они стали мужчинами и женщинами, которые изменят мир. Моя задача лелеять их и молиться за них постоянно. Не создавайте идеальные условия для них, ведь это невозможно. Знаете, что я увидела в своих детях? Трудности встречаются и на Божьем пути. Тяжелый путь это лишь путь, потому что Бог изменяет наш характер именно так. Я была в кабинете директора, но я не заскочила туда просто так. Я пришла туда как мать школьника. Мне сказали, нам нужно поговорить с вами. Я узнала, что это такое. Дорогие, мои дети выросли, вступили в брак и нарожали детей. Ваши дети тоже закончат школу, поэтому соблюдайте границы и не сворачивайте с курса. Блудный сын вернулся к отцу, и мы знаем конец истории, а старший сын начал жаловаться так нечестно. Я никуда не уходил. Я оставался дома. Почему вы радуетесь о нем? И здесь отец повел себя правильно. ты всегда был со мной, и все, что мое, твое, но если ты не способен видеть больше этого, то ты эгоист. Дети эгоисты? Я мне, мое мне. Если ты не живешь ценностями семьи твоего брата, который покаялся, то ты не сможешь радоваться. мы говорим детям, я не пытаюсь манипулировать тобой, а на самом деле происходит именно это. Границы размываются, и мы пытаемся сделать марионетку из ребенка. Отец говорит, сынок, ты все поймешь. Я люблю тебя, и люблю твоего брата. Много-много лет назад у нас была семейная проблема. Возникла проблема с одной и сестер Стивена. Можно было встать сюда и говорить, в чем была ее вина и о чем она думала. Драгоценные среди наших двух семей были обиженные люди. Она рассказала свое мнение семье, а мы свою точку зрения, а затем началось обсуждение проблемы. И представляете, 30 лет спустя два противоборствующих лагеря превратились в дружную семью, и теперь мы одна команда. Мы уже не боремся друг с другом, но стоим горой. До сих пор эта сестра прилетает сюда и общается с нашими внуками. Знаете, из нее получилось бы мировая бабушка. Это просто замечательно. бабушка. она не 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 Друзья, я усвоила урок. Когда время уходит, ты понимаешь, что вся эта грызня не имела никакого смысла. Это глупость. Забудьте о ней. Отпустите ее. Не накаляйте обстановку и не создавайте проблему. Третий пункт. Отец показывает пример безусловной любви. Написано, что отец увидел его издалека. Кого он увидел издалека? Все родители посещают спортивные мероприятия, выпускные вечера и наблюдают за детьми издалека. Наблюдают за ними с большого расстояния. Возможно, они машут им, смотрят на них, молятся и надеются, что их сын вернется домой. И вот сын появляется на горизонте. Осталось закончить эту историю. Папа дал парню плащ. На Ближнем Востоке мужчины не бегали. Им бы пришлось подтягивать полы одежды, а бег с полуголыми ногами считался весьма постыдным занятием. Но отец из притчи поднял полы и побежал. Если бы старший сын поступил так же, как и блудный, то вот что случилось бы? Они бы встретили его за деревенской околицей, и они исполнили бы еврейскую традицию под названием, которая произносится как «казаза». Они разбили бы большой горшок, перед ним и закричали «ты отрезан от своего народа и не сможешь вернуться». Общество отвергло бы его, а отец из притчи так не поступил бы. Он сказал, «Я вижу его, я вижу его». Он идет. У него другая походка. Это сокрушенный мужчина. Я вижу это. Иисус совершил ради нас именно это. Христос призывает нас, своих последователей, проявлять такие же качества, такое же сострадание и любовь к нашим семьям. Настоящая любовь покрывает. Она любит людей и видит лучшее в них, и верит в них, несмотря ни на что. Но если в вашей семье есть любитель подраться или зависимый, то вам потребуются другие методы. Дорогие, не требуйте от людей доказательств того, что они любят вас. Возможно, что-то неладное случилось в вашей семье, но посмотрите, как поступил отец из притчи. Станьте миротворцем в своей семье, ведь любовь превыше всего. Надеюсь, вам понравилось это послание. Уверен, что Бог желает говорить к вам прямо и без посредников. У Бога есть план и цель для вашей жизни. И самое важное, что должен сделать каждый человек, это наладить личные отношения с Иисусом Христом, как со своим Господом и Спасителем. Библия говорит, что Он друг, который ближе брата. Нет ничего лучше, чем поддержка семьи. Согласно Библии, Иисус ваш друг, который ближе, чем брат. Если вы никогда не приглашали Иисуса в свою жизнь, или же вы не уверены в том, делали вы это раньше или нет, или же если вы не живете для Бога так, как раньше, и хотите восстановить свои отношения с Богом, то я хочу предложить вам помолиться. Просто скажите, дорогой Иисус, войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я принимаю тебя, как моего Господа и Спасителя. Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин и мои грехи прощены. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хочу вас помочь вам возрастать в Иисусе. Пишите нам, сообщите, что молились вместе со мной. Наш адрес вы видите сейчас на экране. Свяжитесь с нами и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь вашему духовному росту. Если у вас нет хорошей церкви, то мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти хорошую и здоровую церковь. Я также приглашаю вас в Вирджиния Бич в Церковь Волна, если вы живете в этом регионе. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Я верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединиться, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, то мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизнепослание. Приглашаю вас на мероприятие, которое будет 28 октября в 6 вечера. Это бесплатное событие. Наденьте ребенку костюм, мы будем играть и раздадим им гору конфет. Дети получат призы за костюмы и декорацию багажников. Регистрируйте свою автомашину по адресу, которую вы сейчас видите на экране. Приходите к нам всей семьей. Увидимся 28 октября в 6 вечера прямо на этом месте. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда вверх. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса. Кто будет светом во тьме? Выпускники, пастор, учителя, поклонники, мечтатели. Займите свое место среди них. Не бойтесь. Это ваше время, это ваша история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok